Ну что, коллеги, у нас наш новый участник Леонид Бакалов, город Киев. Леонид, приветствуем вас. Добрый день. Приветствуем. Как вы заинтересовались трейдингом, откуда у вас это взялось, чем вы занимались в жизни? В жизни занимался разным, а трейдингом решил заняться с надеждой заработать что-то. Я понял. Так чем занимались? Ну я бывший военнослужащий, а сейчас просто в одной из торговых фирм работаю. На югном рабочем, скажем. Я понял. В основном логистика, торговля оборудованием. Фирма занимается торговлей оборудованием. для защиты информации от компьютерных сетей, такой банковского сектора. Я понял вас. Ну и у вас появилось время не посвободнее, да? То есть появилось время. Да. А сейчас я вот попытался, ну пытаюсь вернее начать работу в этом секторе, скажем так. И вот пока слушаю профессионалов, как говорится. Мне пока не о чем делиться. Только не успехами, скажем так, небольшими. Ну учусь, скажем так, оценивать рынок. Я понял. Ну а счет, счет Варум Капитал вы уже открыли или еще пока думаете? Да. Я открыл маленький счет и потихоньку стараюсь там, слушая Владислава Воробьева, пытаюсь, скажем так, дублировать его. Ну, видеть его глазами, скажем так, рынок пытаюсь научиться. Ну и делать небольшие сделки. Я понял. С надеждой на положительный результат. Конечно. Леонид, а как вы узнали о трейдинге? Кто вас привел в трейдинг, скажем так? Реклама, друзья? Ну, как-то да. В интернете реклама в основном. А потом начал более детально интересоваться. Сначала просто, скажем так, наблюдал, пытался понять, что это такое вообще. Ну, немножко сейчас начитался, кое-каких сведений приобрел. Ну, уже, скажем так, элементарные, базовые. Ну, теперь надеюсь развиваться в этом направлении. Я понял. А сколько вы уже времени занимаетесь трейдингом? Ну, полгода как минимум уже. Я точно не фиксировал. Но пытаюсь разбираться уже, наверное, полгода, может быть, больше даже. Я понял. А Леонид, что сказала вам ваша жена, когда слышала о том, что вы решили этим заняться? Пока я ее не посвящаю в эти вопросы. Она относится к этому скептически, скажем так. А я надеюсь доказать обратное. Посмотрим. Я буду. То есть у вас внутренний настрой, я вижу, такой, стать трейдером, управляющим активами. Ну, то есть войти в финансовый сектор по-серьезному. Ну, в общем, да. Потому что надо заканчивать работу на дядю, попробовать на себя, скажем так. Да. И всех привлекает, думаю, и вас тоже. Это максимальное использование интеллектуальных возможностей человека. То есть попробовать зарабатывать, так сказать, поактивнее мозгами. Все-таки ногами, руками мы победим. Прерывается трансляция иногда. Как сейчас, слышно меня? Как сейчас, слышно меня? Леонид, слышно меня сейчас? Да, да, появилось. Да, интернет немножко промигнул. Обычное дело, не обращайте на это внимания. Так что я очень рад, что вы приняли такое решение. Поработать мозгами, попытаться использовать свой интеллектуальный потенциал максимально. Вот, а это здорово, это отличное решение. Почему Форекс? Вот тут спрашивает, гость 67 спрашивает, а когда-нибудь покупали вы акции на фондовом рынке? Ну, мне кажется, с Форексом быстрее результат увидишь. Хочется какой-то увидеть результат, а потом, когда будет за что покупать акции, тогда можно будет и акциями поинтересоваться более плотно. Ну, я так думаю, может быть, я в чем-то еще не все понимаю, но посмотрим. Ну, понятно. Леонид, у нас всегда так, кто на чем торгует, тот туда и тянет. Сейчас придет кто-нибудь, кто торгует на американском рынке, скажет, Леонид, а давайте к нам на Америку и так далее. Да, вот такое я наблюдаю. Все не угодно. Леонид, какую торговую систему вы сейчас восприняли и чем, как бы, есть ли у вас уже торговая система в принципе? Ну, в принципе, я вот пытался использовать торговлю от уровней спроса и предложения. Так, ага, я слышу вас. Слышите? Да, конечно. Ну, сейчас... Леонид, я просто захожу, выхожу из эфира, чтобы вас было покрупнее видно. Так что я только управляю, вы не обращайте внимания, вас видно хорошо. А сейчас я наблюдаю уже пару недель за Владиславом Воробьем, за его стратегией. Ну, и меня, скажем так, больше привлекает, вот внутри дня можно результат быстрее увидеть на торговле, потому что на уровнях я, ну, скажем так, время проходит, а результата не видно. Или бывает так, что чаще отрицательный, не всегда угадаешь, не тоже угадаешь. Надо как бы, я понимаю, что тут не угадывать нужно, а на определенных фактах строить свою стратегию. А, ну, в общем, пока нет у меня опыта достаточно. Я пытаюсь вот приобреть, воспользоваться опытом профессионалов, скажем так. Я понял вас. А как вы узнали про Арум Капитал, про Владислава Воробьева, про Utrade TV? Ну, на меня просто вышел аналитик Арум Капитала, уговорил. И я подключился, а потом подключился к техническому обзору, вот, к технической аналитике. И там видеообзоры ваши, вот, ну, они в записи все время были. На час, на два я все время с задержкой смотрю. Ну, понятно. И вот поэтому обратился к вам. Спасибо вам, дали доступ. Я сегодня первый раз увидел, скажем так, в реальном режиме, когда и график видишь, и сравниваешь со своим. И уже более, скажем так, понятно становится код мыслей докладчика и ответы на вопросы. Да, и самое главное, все в актуальном режиме. То есть, вот сейчас, как ситуация выглядит, и можно принимать решение покупать, продавать. Кстати, сегодня вы в сделки заходили уже какие-нибудь, что-то делали? Да, я вот по рекомендации Владислава вот по серебру зашел, посмотрю на результат. Ну, посмотрю, от меня, конечно, зависит, входить, не входить, но я зашел. Я понял. А в какую позицию вы зашли, кстати говоря? Ну, я зашел на бай. На бай, да? Да. Ясненько, понял вас. Ну, здорово, здорово. То есть, я извиняюсь, извиняюсь на сэх, уже пока разговаривал, уже и… Ну, понятно. Ну, что, я… Прямо сейчас, как там позиция ваша себя чувствует, плюсует, минусует? Ну, пока в минусе. Ну, может, я не с самого… Ну, я зашел, как только вот Владислав порекомендовал, что можно входить, я и зашел. Думаю, что… Ну, завтра узнаем результат. Завтра что-то увидим результат, да. Да, 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 завтра узнаем результат. А я, кстати, вас приглашаю завтра, когда Владислав выступит, вы теперь настроили камеру, все. Зайти в прямой эфир, прямо с ним поговорить, позадавать вопросы, вот, пообщаться с ним. Тем более, раз он у вас, так сказать, любимый аналитик, на которого вы ориентируетесь. Ну, он, кстати, очень такой грамотный, профессиональный, сам хорошо зарабатывающий аналитик. Поэтому это, как, так сказать, как вот именно ориентир для торговых стратегий, я считаю, очень хороший выбор. Ясненько. Леонид, как видите себя в трейдинге? Планируете ли развиваться в каком-то образом? Ну, например, поговорить с друзьями, с родственниками, привлечь их деньги в управление? Ну, пока мне рано, по-моему, об этом говорить. Я сначала хотел бы увидеть несколько месяцев, скажем так, положительный свой результат. Угу. Спасибо большое вам, Леонид, за ваш обзор. Я очень рад, что, так сказать, у нас количество участников увеличивается. Это здорово. Так что приглашаю вас активно участвовать в работе, задавать вопросы, выходить в эфир. Добро пожаловать на Атроект ТВ. Спасибо. Ну, я тут на работе, скажем так, это делаю. Поэтому не всегда я могу в нужное время выйти. Спасибо большое вам за доступ. До свидания. Все по возможности, конечно. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует.